В областном центре возобновил свою работу Центр противопожарной пропаганды МЧС. Первыми в этом году с новыми экспонатами познакомились ребята из 25-й школы. Ты диспетчер, ты должна будешь принимать звонки. У тебя вот стоит здесь телефон. Школьникам дают попробовать себя в роли пожарных. И пока одни ребята принимают звонки, их одноклассники имитируют действия дружины по локализации очага возгорания. Кстати, интерактивность это главная особенность новой экспозиции. Все экспонаты можно трогать, экипировку мерить. Мы узнали, что надевают пожарные при пожарах. Петарды и всякие такие взрывно опасные штуковины можно взрывать только с родителями. Если у тебя пожар дома, загорелась елка, то надо позвонить по номеру 01. Отдельный зал выделен, чтобы подробно рассказать об истории пожарной службы в регионе. Тут шлемы начала прошлого столетия, архивные документы, посвященные борьбе с крупными пожарами. Здесь же можно увидеть и первое транспортное средство смоленских огнеборцев. Конно-бочечный ход линейной тяги образца 1908 года. В его состав входила большая бочка с водой, паровой насос. Модель у нас находится в рабочем состоянии. Если задействовать ее в тушении пожара, сможет подать воду до третьего этажа. Особое внимание уделено правилам обращения с электрическими приборами, нарушения которых зачастую становятся причиной пожаров на Смоленщине. Всего же в центре более 500 экспонатов. Посетив эту интерактивную экспозицию, можно узнать не только о работе пожарных, но и о деятельности других спасательных служб. Например, среди экспонатов, которые появились только в этом году, пятиместная спасательная лодка ГИМС. Сергей Егоров, Артем Медов, Вести Смоленск.